11 лет пролетели словно миг, говорит Григорий Михренин. Он помнит свой первый день в школе. Сегодня пришла пора расставаться с любимыми учителями. Вроде бы только 2004, когда в первом классе такой идешь за ручку с портфелем таким огромным, с цветами, с подарком для первой учительницы. И вот уже все. Уже все просто закончилось. Как-то быстро очень, неожиданно даже. Сегодня у Григория день рождения. Ему исполнялось 18 лет. Но в последнее время он и думать забыл о личном празднике и готовился к последнему звонку. Как школьный лидер он придумывал сценарий. Не меньше старалась и его первая учительница. Ирина Павлова показывает подарки, которые она приготовила. Это первые работы ее учеников. Гриша очень переживал, волновался и порой он очень любил обводить, то есть исправить эти ошибки. Ей каждый по-своему дорог. Кто-то был бойким, кто-то робким и застенчивым. Отраднее всего за тех, кто боялся отвечать на уроках, а теперь почувствовал уверенность в себе. Ребята с теплотой вспоминают свою первую учительницу. Юноши и то уже подходят. И все равно мы при встрече обнимаемся. Это наша хорошая такая вот традиция. Это наша семья была по сути. Сегодня родные стены лицея покидают 29 старшеклассников. Среди них много талантливых учеников, призеров различных олимпиад. Кем станут выпускники, в шутку предполагают первоклассники. Не забояйте мне Зина Артема. Светловолос, он и красив, как оболон. Возможно, станет он продюсерным цветом, или же все именитым будет он. Тем временем старшеклассники дарят цветы учителям. Особенно эта минута оказывается трогательной для классного руководителя. Наталья Гейгер едва сдерживает слезы. Радость и грусть одновременно. Все. Чувства переполняют меня. За 7 лет привыкла очень, полюбила их. Они меня полюбили. Последний звонок сегодня звенит в 19 школах города. Ученики принимают поздравления не только в стенах своих учебных заведений, но и на городской площади. Традиции их поздравляют чиновники и специалисты управления образования. У нас сегодня большой праздник. Сегодня 560 выпускников 11 классов заканчивают родные школы. Девять старшеклассников решили сделать подарки любимым учителям, написать о них сочинения. Сегодня жюри выбрало лучших. Дарья Сидорова заняла второе место. Девушке дарят колье с топазами, а ее педагогу, учителю математики, серебряные часы. Это самая, пожалуй, любимая учительница в нашей школе у всех, кто учится в физико-математических классов. Жалко? Очень жалко, но я надеюсь, что я еще не раз приду в школу и встречу с ней. Главный приз «Золотые часы» подарили учителю биологии 15-й школе Ханиеша Исламовой. И ученица Екатерина с 7-го класса занимала призовые места на городских олимпиадах. Такая благодарность, да. Просто слов нет. Совершенно неожиданно для меня. После награждения начинается самая интересная танцевальная программа и зажигательный флешмоб. Но расслабляться выпускникам не стоит. Уже 25 мая начнутся первые ЕГЭ. Школьники будут сдавать литературу и географию. Но, похоже, сил у них на все хватит. Александра Поддумная, Руслан Гаскаров, Интеро-ТВ.